Итак, мы находимся в Бобрусье. За моей спиной Бобрусьская крепость. Ее строительство было начато в 1810 году, завершено в 1812. Как раз перед вторжением наполеоновской армии на наши земли. Она дала возможность соединиться двум армиям. Одну из которых возглавлял Барклай де Толли, что в дальнейшем позволило дать отпор французским войскам. Конечно, были последствия. Все мы знаем историю с Москвой. Но если бы не эта крепость, то события для России, наверное, были бы куда плачевнее. Мы сейчас идем по такой тропинке. Но дело в том, что внизу тоже сооружение. Это сооружение позволяло войскам отходить. Либо, наоборот, возобновлять свои силы во время вторжения наполеоновской армии. Сейчас мы заглянем вниз. Там есть коридоры такие. И именно по этим подземным коридорам русские солдаты перемещались в эту крепость для того, чтобы усилиться, для того, чтобы поменяться, для того, чтобы унести раненых. Это очень, на мой взгляд, значимое место. Внутрь попасть не получится, потому что здесь установили решетки для того, чтобы всякие маргиналы туда не заходили, не проводили свой непонятный досуг. Как гласит табличка, эта крепость охраняется законом и является памятником архитектуры, памятником культуры. Кирпичная кладка тех времен – это 1810-1812 года. И это тот самый случай, когда можно сказать, прикасаясь к этим кирпичам, что ты прикасаешься к вечности. Конечно, величественное такое сооружение. И даже стоит представить, что эта крепость пережила и войну 1812 года, и Великую Отечественную войну. Ну, здесь просто непередаваемые ощущения от того, что ты видишь, от того, что ты понимаешь. Знаете, мне не жаль ни минуты потраченного времени здесь, в Беларуси. Да, я не отдыхаю на пляже, не загораю, не купаюсь в море. Но каждая минута, которую я провожу здесь, она очень ценна. Это настолько все это важно для меня лично, для тех людей, которым я буду рассказывать обо всем этом и советовать приехать сюда. Да, отпуск – это отдых. Но отдых может быть еще и таким, когда ты отдаешь дань памяти нашим предкам, когда бываешь в таких местах, когда прикасаешься к тем событиям, не просто глядя на картинку какую-то, а когда прикасаешься вживую. Субтитры подогнал «Симон»!